Мы пока не дети, очень удобный момент говорим, потому что когда говорит о нем, то глуха нет, никто не перенит. Мы когда молимся об умерших, там есть такие слова, и сотворим вечную память. А какая память? Тем более, здесь что-то умерших, а мы сегодня слышали, Иисус, что во гробе живот даровал. То есть жизнь Бог дает тем, которые умерли, которые умерли, конечно, во Христе. И вот говорим, что Господи, сделай так, чтобы поминали, сотвори вечную память, мы моляем Бога. Я буду так скачками говорить, по этажам. В России были книги, чуть-чуть менее называется, «Жития святых», но не были они в одно собраны. Там были и духовные, и лух, и потерих, и разные названия где-то. И нашелся человек, который решил систематизировать. И сказал, 12 месяцев в году, и у него 12 книг получилось примерно равных. Кто автор этого «Жития»? Дмитрий Ростовский. Дмитрий Ростовский, его храм у нас стоит, Дмитрий Ростовский. Это был очень, по нашим меркам брать, с учетом времени. Это был талантливый писатель, в хороших отношениях состоял с безбожной властью. Можно сказать, с Антихристом близкий был, с Петром Первым. Преобразователем. Тот, куда назначил, даже и говорить не надо. Его назначили в Тобольск, а он не поехал. И вот царь пришел проведать. И он говорит, не могу я, там погода какая-то неважная. Представь себе, хорошо, 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 оставайся здесь. То есть он мог бы, конечно, быть как митрофан, пришел к нему, когда увидел статую там в Петербурге, где стоять. Ну что это царь? Царь надо закрыть покрывалами, у него братья закрыть. А уши тогда опять содрали. Собирали деньги для моего флота, когда он начинал, Петр, делать. Так и здесь его оставил. Я жития эти знаю, на них глаз положил. Начитал их все книги, распространил, составил симфонию. Я не согласен, ее было, я ударял в колокол, один раза, два и даже три раза. Явно не евангельские. Ну, например, Афанасий Афонский. Пришла комиссия принимать там храм, строят храм. Ну, видимо, где-то гвоздей не хватило или что, и комиссия была их шесть человек. И рухнули с кирпичами, и пятерых сразу задавило насмерть. А он долго лежал придавленный там. Ну, а когда его вытащили там, ну, реанимации-то не было, и он умер. И что они делают? Его одежду, они так любили его, одежду его вся в крови, они ее вымачивали, христиане и пили. Когда даже гематоген нельзя пить, животное, кровь пить. Ну, читай 15 глава Деяния Апостола. Я говорю, чтобы вы понимали, о чем, почему я туда скучал в этом. И вот 12 томам «Жития святых» поделите в Ростовскому. Ну, о чем говорить, а не показывать. Так, смотри. Вот, впервые составлена симфония на «Жития святых». Это мне Господь позволил сделать. За этим вкроется, вы знаете, сколько? Книг-то не было. Я должен разузнавать, где за февраль месяц найти. И, наконец, сказали, в Кустанайе. Я со священником связан, письмами, не было мобильного телефона-то. Созвонились, он говорит, а у меня там 136 страниц не хватает. Значит, я теперь начитываю и еду эти страницы, ищу где? В Камчатке. Я еду туда, к примеру, говорю, где-то. Он не дает священник. Я сижу, 136 страниц перепечатываю, начитываю, чтобы пленка получилась целая, житие все есть. И вот благословение на эту книгу. Посмотрите, кто дает благословение. Тут кто-то есть рядом, прочитаю. Ну-ка, Мариса, давай-ка. Считай, вот здесь вот. Слух, считай, вот, вверху. По благословению Пресвященного Евтихи, епископа Ишимского и Сибирского, и по благословению Пресвященного Максима, епископа Барнаурского и Алтайского. Одну книгу, два благословения. Русская Православная Зольбежная Церковь, она пропустилась. А что ты пропустила? Архописка написана. Не знала, как прочитать. Ну вот, посмотри. Это не такая симфония, как по словам находить, а по смыслу, смысловая. Допустим, ты вот вспомнил, я помню, было написано где-то в каком-то житии, мне неоднократно я говорю, а какой я не знаю где-то. И он боролся с сатаной и увидел, что сатана тащит камень прямо над стадионом. И он говорит, вы не говорите, сатана, вот смотрите, камень-то подхватил его, а в камне 250 тонн. И все ахнули. И он, когда стоял, пропалил, говорил, я его подошел и камнем его другим ударил по ноге, он всю жизнь тогда хромал ходил. Вот я знаю, камень был и по воздуху нес. Теперь ищи слово воздух и камень, и ты сразу найдешь такой-то, такой-то, а вверхи. Вот оно, какого числа можно прочитать в житии. Или, допустим, ты услышал, голову отсекли, а он эту голову взял под мышку, зарубленную-то, перешел реку, голову положил, возлег и умер. Тебе хочется сказать, а ты не знаешь, не так, как один китайский товарищ сказал. Ты говоришь, что река, усечение, голова. Три слова. И на любое это слово усечение, вот там есть это голова и вода. А сколько житий здесь? 1173. Это и Осипов не знают. Чтобы это знать, мне пришлось больше, чем 10 раз пролопать житья святых. Это за этим, это кошмар просто. Но Бог позволил это сделать. Да вот я спрашиваю сейчас. Это не мое дело, это благодать Божия могла только. Прежде чем насчитывать, я говорю, ни слова. Ни слова. Я ехал в Новосибирск, когда был архиеписком Едион, до Кухин. А ему подчинялось Новосибирск, Алтайский край, кажется, Томска, епархия это принадлежала, дальше Тува, это 5 у него областей, это все один был архиерей. У нас были близкие отношения. Я приехал и говорю, я вас желаю насчитать. Благословите, Владыка. Так это же никто не сделал. Ну, попытаемся сделать. Мне Бог дал воображение. Я читал, я сказала, температура была у нас какая-то, вся комната 12,8 квадратных метров. Вторая строительная, 62,16. Ну, кто был там, знает. Так там были щели такие, где за печкой лежал с угробиком снег. Я читал, стоял босиком. Вот представьте, еще 12 табров. И у меня ноги таким огнем горели, что, кажется, снег плавился за печкой. А они умирали, и я умирал. А они там плакали, и я плакал. Почему они так житья и слушаются? Они на нашем сайте. И вот есть какое-то местописание, которое он, Дмитрий Ростовский, митрополит, взял эпиграфом ко всем 12 табам. Какой? И главное, стих Библии взял, самое главное. Ну, вот и все. Один стих даже назвать не можем. А это эпиграф 1173 житиян. Один и тот же эпиграф идет. У кого с собой Евангелие есть? Ну, наверное, ни у кого нету, да? А я вам сейчас покажу. Посмотри, это по-русски, нет? Я даже не вижу, на каком-то стихе. Да, да, да. Да, да, по-русски. Открой. Послание к евреям 137. Чтобы вы просчитали, что действительно вот так. Эпиграф – это главная цель. Я начал вспоминание. Кого надо поминать? Ну, это вообще богатый такой. Нашел? 137. А он сейчас прочитает. Что-то никак. там, не знаю. Видимо, не надо от друга. Это он пока просчитает, а у нас пленка кончится. Давай сюда. На, Сергей. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. И, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. О! Ну, ладно. Значит, я хотел вот эту Библию дать. Это синодальный перевод. Так говорит. Вот это уже никуда не двигаешься. Поминайте. То есть, Господи, сотвори вечную память. А он говорит, поминайте тех, которые проповедовали вам Слово Божие. Вот я спрошу. За 2000 лет, а житья это за 2000 лет, написано до 20 века, кто больше всех проповедовал и охватил проповедью при жизни. И эти проповеди, чтобы не умерли, а их собирали потом, теперь помещали в книгу после его смерти, а не озвученные, ну, техника позволяла это дело. И снова по всему миру и новые люди обращаются. Из гроба проповедуют. Я говорил, Евангелие мне на грудь положите, когда я умру, чтобы оно было заламинировано. И на кресте, чтобы висело, кому надо, брали новый завет. Кто возьмет, следующий вешай. Надпись соответствующая. Сергей, ты ответственный за это. Так. Ну, я спрашиваю, кого вы назовете, какого проповедника за две тысячи лет, я говорю только для русских людей, для русских, которые больше всех проповедовал и чьи проповеди охватили большее число людей, речь идет, конечно, не о тысячах, о миллионах, и чьи проповеди, сейчас готовятся книги выходить. Сколько книг, я не знаю, но я думаю, что книг шесть будет. И я лично с ним переписывался с этим человеком. Я переписывался, когда освободился. И я ему послал вот эту книгу «До слова Божия нет уз». И он ответил мне, мы считали семьей со слезами. Со слезами. И он настолько заинтересован был этим и попросил меня прислать ему мои проповеди. Аудио. Тогда видео не было. Кто это? Ярл Пестий. Точно. Точно. Ярл Николаевич Пестий. Это первый проповедник, которого я услышал по радио. Я вообще-то и нигде не слышал проповедников. В 1962 году, когда был в городе Венстиллс, просил ни слова. пройдет это мимо, а это ваше никуда не денется. Ну, краткая его биография такая. И у него отец был благовестником. И он в 14 лет сознательно отдался на служение Господу. В 14 лет. А у нас все не определяется. И у них путь по карте показывают, где, представьте, в России. Советская власть высылает, а он в Полуфин. В Финляндию или Шведская, там рядом где-то. Дальше едет куда-то там еще. В Маньчжури, которые убежали отсюда, Харбин. Он туда переезжает к русской диаспоре проповедовать. Там он и покаялся. Поступает в русскую школу. Для него так, после этого едет в Монако. Семь лет, кажется, там работает. Это княжество Монако, где главные там игорные дома. После этого в Америку едет, заканчивает два университета. И после этого возвращается где-то там, кажется, на Манилах или где. У него семья. Шесть сыновей и четыре дочери. И что интересно, сыновья учат разные языки и в тех странах работают, там в Австрии отдельно. Австрийский это немецкий язык. Другой в Израиле, третий в Америке. И его проповеди, я услышал, когда был там Карл Разумертов, 18-4, Еремеев, Михаил Александрович и Анна Матвеевна, где я услышал Слово Божие, Евангелие. И тогда глушители были, но как-то ловили. И когда меня судили, вот здесь в книге написано, судили, вот рядом напротив дом, вот видно даже угол дома, это Краевой суд был здесь. Мне в обвинение ставили его проповеди. Эти проповеди у меня было не полчаса, когда он говорит, а 136 часов. Давайте так, 20 минут, 136, умножаем на 3, сколько будет? 30. 130 на 3, это уже 400. Чисто. С лишним. И вот там клемят они, это все здесь записано. И недавно у меня произошла встреча, ну тоже пока не лично, они собирались дети сюда приехать. В Москве они там радиостанцию теперь, вот недавно я говорил, что молились их там на 300 тысяч ахнули, пожарники приехали, что-то где-то не там огнешитель, совсем, деньги-то надо где-то, и они молились, чтобы Господь помог, и им избавили раз в 10, кажется, тысяч 30, что-ли, вместо 300. и они меня все время опомещают. У них называется Пирко. Пирко это звать его жену. Я Николаевича Пельсти. Я связался, связался как, ну то, переписка уже с детьми их была, но недавно, вот когда они начали говорить, и выставили один ролик, и этот ролик мне выставил отец Наум Борщуков, крестник мой, еврей, говорит, его жена, он второй раз женился, она умерла, когда первая жена у него, он второй раз женился, за нее он имел нарекания, она сама говорит, ну а я в чем виновата? Она баптистка, возраст разный у них, где-то. И она ему сказала, это говорит, я говорит, молюсь, мне на тебя показано, ты молись. Стали молиться, я говорит, мне как открылось, что я должна быть рядом с ним. И сколько она была, лет 8, наверное. И когда мне баптисты звонили из Америки, я им сказал, да вот он такой, какой он такой, да вот он женился, нигде ни одного канона нет ограничивающего возраста, он ничего, я говорю, не нарушил, я православный, заступаю там, допустим, за баптиста, он ни в чем не повинен, жена умерла, он верный, он не попадает ни под один канон. Я говорю, вы знаете, что Христос родился в Богородице, какая она была? Ей не полных 15 лет было. Значит, когда ее сосватывали, ей было 14 лет, а Иосифы, разные цифры, от 72 до 82, вот в этом промежутке, то есть у них разница в 60 лет была. Ну так он же был не настоящий. Постой, это мы знаем, евреи, которые были там, это все знали, что это настоящий муж. Не муж ли это, и дальше, считай, в Писании это говорится, а там и так уже, он был ее хранителем, и прочее. То есть его, я говорю, осуждать не за что. Я решительно восстаю, неправильно это делаю. А для чего? Чтобы не слушать его проповеди. Так вот, его отец, Николай, взял лозунг, Евангелие для миллионов русских. Евангелие для миллионов русских. Или, кажется, миллионы русских для Христа. Вот у него в этом было все. Это было для миллионов. И он здесь был еще при советской власти, проезжал, доехал до Дальнего Востока, и показаны, где он встречался в городах, ну, а там оповещали. И стоят люди, ну, не знаю, кто они. На фотографии не видно. Вот если бы я был, я бы в эту толпу стал. Кто через его проповеди стал ближе ко Христу? Я бы стал, сказал я. Я здесь пишу. Однажды я записывал все это, 136 часов, понимаете? И пленки эти чистые, прямо со студии я получил, через латышских братьев. Леня, пастухов, знаете, приезжали, которые там, богомящиков вот там эти свои, баптисты где-то. И как мы там ездили, доставали, где, переписывали. И я их раскручивал, я не знаю, наверное, тысячи экземпляров. То есть, я как раз тот, кто распространяет, кто близкий к нему. Я даже еду в поезде, у меня с собой был романтик, 306, магнитопон. И включил. Мужчина один сидел рядом. Конечно. Слово поставлено. Знаете, я не верю. Вот что он говорит, я не верю в это. Но что он говорит, и он верующий, в это я поверил. Он по голосу определил, что это глубоко верующий человек. Как говорит? Да как говорит-то, слово-то, как будто горячая картошка набита. Вы слышали, как он говорил? И сейчас показывает, когда он в студии, говорит, его снимали. Он говорит, и в конце слово закрывает лесу, и плачет сидит в студии. Как он любил русский народ. Итак, Бог повелевает всем, повсюду сегодня покаяться. Никто не знает, что завтра будет. Это последнее мгновение. Вы в вечерности можете оказаться не со Христом. Итак, Господь призывает вас к покаянию. Вот такая. Ну, мы здесь сколько раз слушали. Вот здесь. Яр Николаевич Персти. Для русского народа проповеди практически больше никто не сделал. У него есть, раз он неправославный, кое-где немножко. Но настолько незначительный, что даже незаметно. Ну, вот так. Несколько вопросов. Вот кого надо поминать. Он умер. Оторвать нет. Ну, да.